Приветствую вас. Мне кажется, что вы могли бы несколько лучше обращаться со своими чувствами, с чувствами злости, с чувствами боли, да и с ранимостью, в общем-то, то тоже. Я не знаю, насколько близок вам будет мой подход, но с ранимостью не нужно бороться. Ранимость – это ваше качество, это ваша индивидуальная черта, с которой нужно учиться обращаться. И тогда она перестанет приносить боль. Вот, но с этим нужно учиться обращаться. Как мне показалось, вы довольно сильно, при том, что вы взрослая, достаточно девушка вам, собственно, некоторая привязанность к своей семье, как мне кажется. И вы довольно сильно зависите от родных. Это неплохо, что вы, например, считаете важной свою семью. Это неплохо, что для нас важны ваши близкие. Но мне кажется, что для такой вот свободы, для такой вот полноты жизни надо бы суперироваться. И я так понял, что вы живете вместе с мамой и сестрой, и, естественно, вы взрослые люди. Вы взрослые люди, сформировавшись, вам тяжело. Каждый из вас, и вы, и ваша сестра, и ваша мама – полноценные хозяйки. Полноценные, индивидуальные единицы. И, естественно, вот никакая борьба с парнем, так важно сепарироваться, поэтому так важно жить отдельно. Вот. Но для этого, скорее, нужно найти что-то важное. Что-то важное. Сейчас вы же говорите о том, что вас раздражняет сестра, и вообще раздражняет, когда люди врут и переворачивают. Мне кажется, что в какой-то степени это может быть связано со страхом оценки и доверием себе. Потому что другие люди, они действительно могут переворачивать, они действительно могут это делать. Они, ну, некоторые люди делают это постоянно из-за чувства стыда, из-за страха. Вот. Но, болезненно на это реагируют другие, другие. Как правило, только тогда, когда не доверяются себе. Потому что, если я себе не доверяю, то мне нужно опереться на других людей. Если я себя не чувствую, то мне нужно опереться на других людей. Мне кажется, что, как раз таки то, как вы не можете, не умеете обращаться со своими чувствами. Вот. Что вам нужно, чтобы вас другой человек услышал. Услышал, например. Например. Выразить ему то, что с вами происходит, вы, мне кажется, не можете. То есть, вы будете пытаться поменять вашу сестру, вместо того, чтобы рассказать, быстро рассказать ей свои чувства. То есть, вы говорите, что, когда вы с ней поговорите, она не хочет разговаривать. Мне кажется, это в большей степени может выглядеть, как давление на, ну, на нее или требование какое-то, или претензия, или что-то еще, даже если вы этого не хотите. А вот поделиться своей болью, своим состоянием, своими желаниями, вот это вот, мне кажется, вам сложнее. Как сложнее и обращаться со злостью. Я не сговорю, на самом деле, о, наверное, терпимости, пожалуй. Не о терпении, а о терпимости, о принятии. Вот, ну вот. Для чего нужно больше оперировать сестру, а не рядом, как пытаетесь это сделать вы. То есть, вы пытаетесь, на мой взгляд, сделать так, чтобы сестра вас, условно говоря, не раздражала. Это нормально. Но, а если сестра перестанет так себя вести, то источник раздражения никуда не денется. Ну и, по-прежнему, будет зуизами. Поэтому, здесь желательно смотреть, как мне кажется, непосредственно, в корень ситуации, который в вас самой, и в том способе обращения со своими чувствами, которые у вас есть. И в том способе взаимодействия с людьми, которые вы используете. Привычный для вас, но не совсем конструктивный, как мне кажется. Что еще? Мне пришла в голову мысль о том, что, вероятно, вы не чувствуете себя реализованными. По крайней мере, мне не изложилось такое впечатление, что вы человек, который активно реализуется. Да, и активно занимается раскрытием своих способностей, своих возможностей, своих интересов и своих желаний. Такого впечатления у меня не возникло. Может быть, я здесь не прав, может быть, я не прав, я не знаю. Вот, ну, 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 выглядит это, выглядит это вот так, таким образом. Вот, надеюсь, что, эээ, я вас не обижу. Мне кажется, что очень важно правильно понимать, что может, чего не может психолог. То есть, психология и психотерапия общественности не занимаются тем, что меняют других людей, и вопрос вот так, как вы его ставите, то есть, что мне делать со младшей сестрой, так мы вопрос не ставим. Мы помогаем людям самим решить свои собственные проблемы. Это сделать мы помогаем, а вот остальное, извините, нет. Мы не занимаемся проблемами других лиц, и, как мне кажется, это весьма гуманно и весьма этично. По отношению к другим людям. Мне кажется, что, опять же, могу быть не прав, но мне кажется, что ваша сфера, если можно так выразиться, сфера очень интересно, очень небольшая, если один-два человека, пускай даже самых близких человека, могут определять ваше настроение. Да еще и так, чтобы их на целый день сам чувствуете. А, ну, испорченность всего, да, я имею в виду своего настроения. Вот. И так далее. Совершенно очевидно, как мне кажется, кажется, что для этого есть серьезные причины, причины. И, в первую очередь, это желание переделать сферу. Вот. Ну, типа что. Чтобы она была такой, какой вы хотите ее видеть. Я тебе предлагаю вам поисследовать себя и себя и научиться обращаться с своими чувствами, с своими переживаниями, с своими эмоциями. Вот. Научиться выражать их, научиться, как бы, ну, условно говоря, нести за них ответственность, да. Вот. Мне кажется, что это та позиция, которую, которая может вам помочь, та позиция, которая даст вам некоторую такую, знаете, свободу, что ли. Вот. Мне кажется. Ну, опять же, мне, мне так кажется, это мое такое вот мнение. А, да, позиция моего опыта, да, позиция, позиция. Ага. Моего подхода к, ну, к психотерапии, вот, и с точки зрения моего опыта работы с клиентами. Такой вот ответ, пожалуй, у меня вам будет, да, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что, эм, пищу для размышления я вам дал. Вот, надеюсь, что вы подумайте над тем, что я сказал, да. Вот, и я очень надеюсь, что вы дадите ответ на моё сообщение, дадите отклик обратно в связь, вот. Это послужит началом вашей работы над собой, для вас, если вы, конечно, этого хотите. Удачи вам, всего самого доброго.